Да-да, про насыщенность контентом в этом сезоне говорить даже нечего. Не происходит больше ничего. Все добивают старые квесты, забытые триумфы и иногда пытаются воспитания Сириса. Но я нашел невероятно полезный и забытый артефакт. Календарь сезона. Гляди. Да, ты думал всё? Оказывается нет. 21 апреля откроется новый уровень сложности сумрачного налёта. Грандмастер. Да, его релиз уже оморочили новостью про заниженный бонус артефакта, о чём я записывал отдельное видео с бомбежом, однако даже после этого Грандмастер преподносится разработчиками как настоящее испытание для всех ПВЕ игроков. Так что, если не выходит в Василисе, попробуй Грандмастер. Ну а в этом видео я, Джонни Лейни, расскажу, как подготовить своего персонажа и команду к прохождению на это испытание. Но сначала пара слов о спонсоре этого видео, об игре Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends это не какая-нибудь мультяшная мобильная игра с яркими красками, а настоящее эпичное приключение в мрачном, опасном мире фэнтези с реалистичной графикой. Несколько сотен чемпионов для прокачки и коллекции. Не понравился один чемпион? Принеси его в жертву для прокачки другого своего персонажа и стань сильней. Давайте прямо сейчас откроем несколько осколков и посмотрим, как это работает. Так, вот первый, ещё один монах, третий, и давайте всех их пожертвуем для прокачки другого чемпиона. Получаем 6720 опыта! Офигенно! А ещё теперь ежедневные награды за посещение увеличены с 90 дней до 180. Играй каждый день и получай бесплатные награды, энергию, серебро и драгоценные камни, или даже осколки с новыми чемпионами, например, как скилла окрылённая. И самое крутое, теперь Raid доступна не только на смартфонах, но и на ПК. Конечно же и ПК-версия, и версия для мобильных абсолютно бесплатна, так чего же ты ждёшь? Под видео тебя ждёт ссылка на скачивание игры. Качай Raid только по моей ссылке и получи 100 тысяч серебряных монет, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона Законницу в качестве бонуса. Я уже жду тебя в рейде. Вперёд! Первым делом вопрос, а что сейчас такого известно о Грандмастере, чтобы уже делать какие-то выводы и давать советы о подготовке? Ну, по правде говоря, известно и правда немного, но мы знаем список налётов, которые будут доступны на этой сложности в текущем сезоне. Нам известна печать, которую получат игроки, закрывшие все триумфы Грандмастера. И знаем минимум об одном новом моде и особенностях грядущего испытания. Так что некий фундамент для освоения и советов есть. Вот так по порядку и начнём. Итак, для сумрачных налётов Грандмастер разработчики заготовили отдельную печать с триумфами. В русской версии она называется Завоеватель. Она включает в себя 6 триумфов. По крайней мере пока. Может, конечно, что-то изменится в последний момент, но это вряд ли. 6 триумфов по количеству налётов сезона. Терминал знаний, крушение исхода, торговец оружием, надзиратель пустоты, убежище роя и древо вероятностей. Конечно, можно было бы поделить их на те, что попроще и на те, что посложнее, но на новом уровне сложности, мне кажется, все мы офигеем. Даже на надзиратель пустоты, который на мастер сложности формился вполне себе легко. Тут самое время рассказать про рекомендуемый уровень силы. Сначала он был очень страшный. 1060 единиц. Куча игроков, включая нашу команду, качались и пытались максимально приблизиться к этой цифре. Точнее, хоть сократить разницу на 30 единиц. Выполняли одни и те же баунти и рубежи, сдавали всё только вместе и так далее. Но, разумеется, всё это казалось напрасным. Об этом я ещё раз говорил в отдельном видео. Так что, давайте просто о фактах. Рекомендуемый лайт чуть понерфили. Теперь он 1050 единиц. И заблочили бонус от артефакта на определённой отметке. Теперь, чтобы прийти в грандмастер, вам нужно иметь уровень силы 1025, что на 15 единиц силы выше пинокл капа. Кроме этого, банджи добавили что-то похожее на режим контест для первого дня рейда. Вы не получите никакого дополнительного преимущества, если будете выше 1025 единиц. И это не на первой неделе. Будет так всегда. Так что, качаться есть смысл только если у вас нет 1025 силы за неделю более чем реально, для большинства из игроков. Как качаться, знает каждый. Ведь кроме прокачки и бесконечного выполнения однообразных еженедельных и ежедневных контрактов, в игре сейчас занятий нет. Важно помнить, что грандмастер сделает всё, чтобы сломить вас и не дать пройти задания в режиме прогулки. Вот что также написали сами разработчики, когда называли цели, которые ставили перед собой при работе над грандмастером. В основе грандмастера должен лежать уровень сложности мастер, но грандмастер должен быть существенно сложнее. После достижения определенного уровня, основной задачей должно стать совершенствование комплектов снаряжения, коммуникации в рамках боевой группы и эффективности выполнения заданий. Основные награды должны выдаваться при первом прохождении. Главным мерилом успеха должно стать именно прохождение, а не счет, время или другие данные этого режима игры, например уничтожение всех воителей. Грандмастер должен требовать для своего прохождения лучших сборок снаряжения и прохождение грандмастера должно быть зрелищным. Не знаю, что там может быть зрелищного в старых налетах, но очень интересно. Очевидно разработчики сделали не слабый упор на то, как команды должны подготовиться к испытанию, насколько внимательно нужно подбирать снаряжение и уметь коммуницировать внутри отряда. Звучит прям словно мы на рейд отправляемся, ей богу. Если бы. С какими трудностями нам предстоит там встретиться? Ну, например сейчас известен один из специальных модификаторов налета грандмастер. Ограниченное воскрешение. Ограниченное число воскрешений боевой группы. Чтобы получить дополнительное воскрешение, побеждайте воителей. То есть вы не сможете бесконечно воскрешать своих павших напарников. Для этого вам понадобится специальный токен. Вероятно, как на рейде. Чтобы его получить, вам нужно будет убивать воителей. Тех самых страшных противников, которых не сломать без специальных модов. Как я уже сказал, немаловажную роль играет подбор модов на вашей броне и снаряжение. Знание того, как будут работать те или иные бонусы от ваших способностей и шмоток в бою. Давайте на этом остановимся поподробнее. Во-первых, вам стоит хорошенько подумать, какими классами вы будете проходить грандмастер в первый раз. Не советую идти тремя одинаковыми классами. В этом случае вам нужно по максимуму использовать все способности стражей, которые могут дать вам баф или спасти от смерти всей группы. Купол титана, кладезь варлока, тезер ночного охотника. Самые очевидные билки, которые будут востребованы. Дальнейшие изменения будут вноситься, исходя из конкретных налетов задач на них. Экзотические элементы брони тоже следует подобрать таким образом, чтобы они работали максимально надежно. На откат суперспособности, например. Я еще думаю, кем именно отправлюсь в налет, варлокам или ночным охотникам. Пожалуй, для ханта самым полезным экзотом станет установка орфей, сапоги на откат суперспособности. Ну или корона червеоболочки, которая поможет вам получать хоть какой-то отхил в критической ситуации. Для варлока ничуть не хуже будет работать протокол феникса, также на откат суперспособности. Вы, кстати, можете схитрить с откатом суперспособности. Заготовьте выполненные контракты, и если уж получится сдать их, находясь в налете, таким образом, чтобы апнуть уровень, получайте халявную ульту. Изи! Выбор оружия тоже немаловажен. Бремя Идзанаги хоть и понерфили, однако в спорах с барьерными и неудержимыми чемпионами, она все еще остается безоговорочным экспертом. Любой налет, пройденный нами с релиза Обители Теней, это всегда одна божественность и две Идзанаги. Я пробовал экспериментировать с ксенофагом и легендарной снайпой с перком Линии Огня, но вышло так себе. Легенду пробежать можно, мастера тоже, но вот на гранд мастера я бы так не совался. Так что вот вам краткий перечень оружия, который я бы рассматривал. Что касается экзотов, как я уже сказал, бремя Идзанаги и божественность, а из легендарок все зависит от модов. Помните, что на гранд мастере будут все виды чемпионов. Вам нужно, чтобы были и антибарьерные пушки, и пушки с модом против неудержимых воителей, и против перегруженных. Против последних работает божественность, так что позаботьтесь о том, чтобы игроки без этого экзота взяли другие моды. Антибарьерные есть в пистолетах и пистолетах-пулеметах, неудержимые в револьверах. Я чаще всего использую свой любимый пистолет Последняя Надежда с антибарьерными патронами. А вот в третий слот выбирайте между гранатометом и пулеметом, ну и может быть мечом, об этом потом. Все опять же зависит от налета и от того, кто из команды взял какой тип элементального урона во второй слот. Во втором арк берите пустотный или огненный в третий. Ну и исходя из налета, попробуйте вспомнить, где каких щитов больше. Если вы знаете, что на крушении схода больше жестянок с огненными щитами, возьмите, например, пулемет авангарда на ребро. Больше патронов равно больше сломанных по отдельности щитов, а для внесения урона у вас останется и дзанаги. Почему я так подробно говорю про подбор снаряжения? Потому что, разумеется, как и на мастере, на гранде все снаряжение блокируется, и у вас не будет возможности поменять что-то по ходу задания. Ни оружия, ни класс, ни даже мод. Да, мод. Теперь о них. Не буду вдаваться в банальности про сборщик патронов и все вот это вот. Лучше обращу внимание на старые моды, которые могут вас очень выручить. Речь о модах из рейдов Корона в Скорби, Истребители Прослого или Последнее Желание. В этих трех рейдах вам могут выпасть модификаторы брони против конкретных рас врагов, против улья, против падших и одержимых. Соответственно, зная, какой налет из списка будет на неделе, вы сможете прикинуть, против кого вам предстоит драться и, соответственно, грамотно подстроить гир. Например, вам предстоит гранатмастер с налетом Упежища Роя, на котором масса противников расы улей. Что ж, отправляясь туда, ставим мод Барьер Улья, который либо лежит у вас со времен сезона Изобилия, либо вы можете еще попытаться его пофармить в рейде Корона Скорби и на Героическом Паноптикуме. Он сократит весь входящий урон по вам на 20% в течение 10 секунд после получения урона от бойцов Улья. А это очень хорошо, так может вам продлить жизнь в пылу налета гранатмастера. Аналогичным образом можно достать моды против падших из рейда Истребителей Прошлого, со второго этапа того, что с гоночками, или на одержимых из последнего желания, из сундуков между этапами, залутать которые можно просто вбив желание. Учитывать стоит лишь то, что не в каждый элемент брони можно вставить эти моды. Так что не исключено, что в крайнем случае вам может пригодиться шмотка второго года с хорошими статами и слотом под те самые старые моды. Ну, либо можете вставлять их в шмотки с Шэдоу Кипа, например в рейдовые из Сада Спасения. Кроме этого, обязательно убедитесь, чтобы хоть один член вашей команды, а лучше два, имели при себе мод особый добивающий прием, который обеспечит ваш отряд зелеными патронами. Что же касается сезонных модов, модов Распутина, признаюсь честно, я ими не впечатлен. Я знаю, многие считают их интересными, но вот не я. Чересчур они ситуативные, на мой взгляд. Появляющиеся заряды, бомбы, иногда выпадают совсем не вовремя, в то время, когда всех мобов уже перебили. Однако некоторые бонусы от зарядов игнорировать все же сложно. Например, защитная энергия, которая даст вам щит за подбор заряда военного разума, или мощь Распутина. Вы получите бонус к урону от оружия по врагам, которые находятся вблизи элементов питания военного разума. Вообще, меня хоть как-то увлекают только комбинация этих модов с модом из артефакта Импульс Тирана, который помогает создавать те самые заряды с помощью электрических способностей. Интересно то, что находясь в кладезе варлока с этим модом, весь урон из аркового оружия из-под кладезя считается за урон способностью, и соответственно, эти самые заряды Распутина валятся как из рога изобилия. Но! Что этот, что мод на подъем и бросовок этих зарядов, например, хоть и интересные, но не решающие. А я напомню, что на Грандмастере нам нужно только то, что работает на все 100%. В прошлом сезоне вот были годные моды, я о них делал отдельное видео, можете пересмотреть, освежить память, и они актуальны до сих пор. Защитный свет, например, точно стоит внимания, он даст вам дополнительную защиту от противников. Вы, конечно, можете поэкспериментировать с билдами, например, взять билд эзотерика с мечом на дестабилизацию, эрианой во второй слот и револьвером с оглушающими патронами, но это уже будет требовать навыка и ловкости. Так что, если есть время попрактиковаться, то почему бы и нет. Кстати, о практике. Как я говорил, точнее, как писали разрабы, Грандмастер – испытание для команды, проверка на вашу сыгранность, так что этот момент тоже не стоит недооценивать. Соберите свою команду и проведите что-то вроде тренировки. Побегайте в Мастер Сумрачный Налет на 1030 силы. Можете попробовать искусственно, занизить себе уровень силы даже, но основное внимание – уделите выживаемости и слаженности командной работы, кто кого из чемпионов останавливает, в кого стреляете и так далее. Не бегите на пролом, играйте. Играйте почти как в тактическом шутере от укрытий. Да, мобы тупые, но они очень больно бьют. Стоит вам только выйти на открытое пространство. Ну и конечно же, все мы хотим узнать, что же там из наград будет, за что мы идем биться и на что тратить столько усилий. Ну, разработчики не раскрывают всех деталей. Я надеюсь на какой-то сюрприз, двойной дроп экзота хотя бы, однако в последнем выпуске статьи, в котором они делились подробностями о Грандмастере, наградам уделили не очень много внимания. Как я уже говорил, банджи заметили, что основные награды должны выдаваться при первом прохождении. То есть за повторное ничего сверх меры не обещано. В целом же, все, что сейчас сказано о наградах, сводится к этому. В награду мы повысим шансы получения экзотической брони и материалов для улучшения оружия до уровня Абсолют. Но основой нового режима станет свежая печать и титул за прохождение каждого налета Грандмастер Побоище по разу в течение сезона. Завоеватель. Мы планируем, что они станут одними из самых сложных в игре, но при этом останутся доступными для тех команд, которые приложат для их получения достаточно усилий и времени за один сезон. Значит, основной наградой будет все же триумф, их собирательство и, как итог, печать. Печать, да. Наверняка для большинства непростая, и она бы теоретически могла стать желанной для любителя повыпендриваться циферками в игре, но и ее решили чуточку упростить, поскольку Козма подтвердил, что ее можно будет получить и в будущих сезонах. Просто, вероятно, с другим набором налетов. Кроме того, Гинсер, человек Датамайн, раскопал информацию о том, что по ходу сезона, скорее всего, на его последней неделе, будут доступны все сумрачные налеты на уровне сложности Грандмастер, для того, чтобы, если вы пропустили какую-то неделю, то сможете нагнать, чтобы получить печать в срок. Короче, если есть хоть чуточку желания, печать будет ваша. Это все мои рекомендации, все факты о Грандмастере от разработчиков, ну а выводы делайте сами. Пытаться проходить или нет, желанная для вас награда печать завоеватель, или вам это неинтересно. Если все пойдет по плану, то я пройду Грандмастер и залью его прохождение на канал. Так что мы к этой теме еще вернемся. А пока спасибо вам за просмотр. Напоминаю, что сейчас канал нуждается в вашей поддержке, как никогда. Вы можете выразить ее лайком, комментарием, репостом, подпиской. Все это работает. Но если вам не безразлично мое дело, и вы хотите больше качественных видео, ссылка на подписку Патреон в описании. Всем 5. Счастливо!